всем здравствуйте меня зовут анастасия вы на канале мир сквозь пяльцем начало очередной недели вышивальной понедельник 14 14 14 июня и начинаю продолжать свою дубовую рощу на повестке дня у нас все тот же 13 лист который нужно продолжать вышивать вот так это сейчас выглядит ну запомним с чем нам с чем сравним по истечении трех дней присоединяются новые подписчики зрителям поэтому нам я напомню и расскажу что это джой санды китайский набор вышивается на 14 конве дубовая роща моя вышиваю я на белой конве как видите здесь нет печатного рисунка напечатанной схеме вот по этой глянцевой китайской схеме скрипучий которую все так не любят ну не она абсолютно я нормально по ней вышиваю мне она нравится чтобы увидеть как это все выглядит уже и в развернутом виде моя вышивка предлагаю пройти в предыдущие работы в ролике почти в каждом ролике есть работа моя в развернутом виде дубовая роща так непоследовательно немножко говорю да ну короче говоря китайская вышивка все полностью только по китайской схеме нигде не отходя ни от каких ни шага вправо ни шага влево все точно по схеме китайскими материалами кита по китайский материал короче китайские материалы по китайской схеме слава богу сказала ну в общем короче говоря вот мы ее вышиваем понедельник вторник и среду я вышиваю дубовую рощу четверг пятницу субботу я вышиваю свою химеру туманный вечер на веранде и воскресенье у меня закреплен за новослободой снег в городе многострадальный мой снег в городе не знаю когда я его дому учу и закончу но когда-нибудь бросать конечно я не собираюсь ее все-таки надо будет дошивать ну все по порядку ко всему мы вернемся все мы вспомним все протрясем и все увидим так ну и давайте я вам покажу что прошло по истечении трех дней так вот этот участок я зашила был не дошит и да вот это вот я дошила и вот сюда спустилась осталось вот тут еще четверть этого 12 листа но теперь эту работу я откладываю до ну короче за третий угол я закрыла вообще в этой работе теперь откладываю дубовую рощу свою до следующего понедельника а сегодня у нас четверг 17 по моему до июня и приступаю к химере но такая красота сначала вот здесь было вообще ничего не понятно что я такое коричневая черная вышивая а потом когда вышивалась уже я поняла что это вот дальний фонда там вдали вот эти вот деревья стоят стволы деревьев видно но такая прорисовывается теперь открытая полянка лужайка не знаю как это называется ну вот такая красота все будем браться за химеру такая у меня темень сейчас включу лампу все окна закрыты шторами от жары живем в полумраке жара пытьет невыносимая уже какой день какой год на всю жизнь практически в нашей местности так ну вот сейчас я начну добивать вот этот участок ближайшие три дня ближайшие три дня это мне чем 17 18 19 июня четверг пятница суббота напомню это у меня туманный вечер на веранде 2 химера вот так она выглядит там уже завернута часть это я вышиваю второй ряд идет это у меня девятый лист до 9 лист из 25 схеме всего 25 листов до 9 лист пошел ну вот такая красота получается что тут особо нечего говорить тут о ней запомним с чем мы сравним по истечении трех дней ну все поехали вышивать и так сегодня у нас пятница пятница 18 июня по-прежнему мы живем в полумраке так вот свет включить надо на улице стоит жарище просто неимоверное сейчас утро ну это просто невыносимо уже с утра осталось я на улице сегодня вообще не выйду никаких огородов никаких ничего это просто невыносимое то что у нас творится как у нас палит ждем дождя не знаю на прогнозах обещают обещают дожди я смотрю у девочек идут дожди и для меня дождь уже мне кажется это какое-то чудо неужели бывают дожди вообще мне было дождей в прошлом летом ну как бы там было три раза капнула это даже дождем начинается для нашей местности для наших песков и снега не было практически он сошел еще в апреле снег и вот уже середина июля уже конец июня и по-прежнему нас никакой ни капли влаги горит все вообще не знаю это уже невыносимо просто это все терпеть эту жарище это как палит этот засуху эту ну короче говоря все паныли хватит теперь по вышла я за вчерашний день вот это начала вот эту рассыпуху тут заполнять сегодня я думаю вот этот участок дошью но так как я сказала на улицу сегодня не пойду жарище палит еще там подует ветер сегодня ну сейчас все пока с утра тихо но обещают нам очень сильный ветер ну наверное что-то надует после такой жары после ветра надеемся на дождь на хоть какой-нибудь и пойду вот сюда заполнять этот участок не закончу девятый лист давайте посмотрим что у нас получается ниточка тут моя сейчас все это буду вышивать ну думаю сегодня я побольше повышеваю ну смотря хотя не знаю зарекаться как всегда не будем планы грандиозные строить потому что все меняется будем вышивать просто так ну все поехали вышивать нашу химеру вот я вам покажу что я на вышивала тут на химере на своей в общем закончила я этот девятый лист вот так это все выглядит теперь и остался вот этот участок сейчас я его размечу не знаю сколько сегодня суббота уже завтра завтра мы уедем завтрашний день выпадает не кому-то ли у меня тут пропущены 300 нет выше ты какая-то одиночка светло непонятно так что этом говорила завтра меня не будет домом мы уедем и поэтому завтра выпадает моя мой снег в городе от новослободы ладно не очень-то я и переживать буду по этому поводу вот так моя химера получается что я все забываю титульный лист с собой брать ну в общем вышивается уже 10 лист я закончу но это уже будет скорее всего на следующей неделе сейчас сделаю разметку начну по крайней мере вот здесь вышивать сколько получится вот так что тут еще вам сказать наконец-то у нас стало холодно окна расшторила но на улице стало пасмурно у нас пошел дождь наконец-то ну дождь такой слабый конечно для нас но надеюсь что еще пойдет потому что тучи вокруг у нас похолодало можно сказать такая нам передышка 9 градусов на улице мы аж прям вздохнули с облегчением аж кажется можно дышать просто хоть дом как-то остынет на улице прохладно в доме до сих пор еще жарко хотя все окна открыты ну и вот еще раз скажу ладно не буду повторяться короче встретимся следующем включении не знаю что там на снимаю дальше что будет что не будет снимать то особо нечего ну ладно может завтра чего в городе там на снимаю и и минутка тут вам наших пейзажей это вид с набережной реки об вот такие виды вниз к реке мы не стали спускаться потому что холодно было возле воды еще холоднее довольно таки вот большая река что тут еще сказать ездили город а кстати я отвезла в багетку своих коней фотографии там скринка фотографии своих коней которых я отдала оформление ну скоро они оформятся когда заберем не знаю все у нас непредсказуемо скоро заберем в общем такая красота у нас тут барнагуле только что было холодно все люди в куртках уже у нас комфортной температуры нет у нас то слишком жарко то холодно ну вот что я на вышивала тут на этом я остановилась не помню чем там закончилась закончился предыдущий участок так ну вот так вот получается пока что не знаю когда я с ней выйдет это видео потому что воскресенье понедельник нас не было дома сегодня уже вторник его только приехала и нашла время минутку чтобы снять на чем я закончила в субботу сегодня мне там уже пришло оповещение на почте лежит моя посылка пришла канвае нитки наверное я сейчас после обеда ну извещение еще не в почтовом ящике должно прийти извещение и я сбегаю на почту заберу свои ниточки открою с вами посылку сниму покажу что там пришло его этого продавца я заказываю первый раз не знаю положил ли он нет он мне там нитки по списку или как он них там положил в общем не знаю заказывала нитки по списку вроде как он заказ принял все в обработку долго очень отправлял на дней 10 я ждала отправки потом дней 10 висела на границе китая и по россии до пришло достаточно быстро какого же я заказывала 30 мая по моему до 30 мая заказала и вот сегодня у нас какое 22 июня даже месяца не прошло три недели где-то да но из них вот буквально неделю наверно только идет как с момента вылета до наши почты и две недели посылка в общем не могла уйти из китая ну вот такая красота получается в общем сейчас следующий отрезок я думаю будет съемка как раз таки того что мне пришло посылочки будем скрывать посылку ну вот тут уже не втерпешь забрала посылку нахожусь и на работе вот подбирают краску шкаф мой вытяжка для вы красав и сушилка тут сушиться мои выкрасы но так пришлось накладывать звук чтобы вам тут не шуршать в камеру тут мне показалось что посылка была вскрыта потом заклеена скотчем ну хотя в общем толком не понять то ли она была так запечатана просто то ли она была вскрыта не суть важно главное что она дошла тут сверху потому что две вот этих было липки наклеена под низом 1 сверху 2 и вот этот шов заклеен скотчем короче говоря давайте разорвем и посмотрим что там пришло у нас внутри а то же уже не в терпешь терпеть до дома сил нету хочется же заглянуть что у нас там внутри что там пришло все ли по списку так давайте поставим камеру чтобы было как-то можно двумя руками это все делать там у меня песель на полу лежит он всегда со мной работает и сейчас мы посмотрим что у нас там пришло но уже видно ниточки канва все шуршало ужасно безбожно когда начала снимать просматривать видео все шуршало ну вот что мы видим что пришли нитки с все с двумя бирками как я заказывала как было указано продавца с двумя бирочками до этого я заказывала у другого продавца мне пришли с киевским с одной биркой а здесь двумя ну так руки у меня все в краске не обращайте внимание я работаю здесь канвушка отрезка нвы один и там в упаковочке еще второй а вот он да вот еще 2 отрезка нвы здесь нитки пришли на две работы две канвы на две работы и две нитки короче говоря у меня уже собраны можно сказать комплекты полностью на следующие три работы на следующие три потому что у меня дома еще уже готова есть уже готовый комплект и вот еще на два комплекта мне все пришло можно сказать теперь у меня три набора еще есть запасе ну дома уже тогда разверну в спокойной обстановке без шуршаний без а то я тут боялась все испачкать своей краской своими руками и дома досмотрим что там у нас пришло и что там рассортируем и посмотрим все внимательно поподробнее так ну вот я дома давайте сейчас раскроем ниточки раскроем канву покажу сразу я тут вчера была в магните зашла там смотрю бисер продается явно вообще ничего не понимаю что это должно быть ну думаю что тут бисер 20 грамм сделано в китай диаметр бисера 10 2 и 3 миллиметра материал стекло 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 что-то я сомневаюсь я думаю что это пластик ну короче не знаю он запаян и я не буду пока открывать пока я не начала пришивать потом как начну пришивать к этому к снегу городе своему я его открою покажу пощупая вернее бисер цилиндрический ну короче вот магните его купила 49 рублей первый раз вижу чтобы на цене ценник прям был так приклеен не приклеен он даже не приклеен так ну все с бисером закончили это не очень интересно было сейчас я покажу канву и ниточки и расскажу для чего я их для чего они мне пришли покажу вам следующие свои работы три свои следующие работы которые у меня будут с которой стоят на очереди и теперь получается что у меня на все три следующие работы уже готовы материалы что в любой момент можно начинать так встретимся через секунду так и вот канва вам покажу сразу все у меня тут я себе шпаргалочку написала это вот этот отрезк конкретно это 16 каунт 50 на 72 сантиметра он вышел мне 514 рублей 10 копеек с алиэкспресса заказываю все так нет все так же жесткая канва хорошая дубовая которая которую я люблю в которую не проваливается крестики как новослободе следующий отрез это 22 каунт он 50 на 50 сантиметров я уже все замеряла все проверила на самом деле 50 на 50 сантиметров и 22 каунт мне выше обошелся 560 рублей 20 копеек почему-то размер меньшего меньшего размера в отрез вышел дороже чем тот 50 на 72 ну ладно бог с ним сейчас потом посмотрим ниточки я покажу на что я взяла эту канву тот кто так вот мои нитки я их рассыпала тут ну вроде бы как я заказывала сейчас я буду проверять пока я вам так покажу что все они пришли с двумя дырочками из хайские нитки вот двумя бирками в общем что я хочу сказать какие розовенькие всякие тут вот интересный такой цвета здесь я заказала на две работы но одна работа полностью на одну работу на вторую работу мне не хватало а вторая работа у меня вот вперед заказаны и это фея ягод от химеры не знаю какой-то у нее там номер ну короче я вам покажу ставлю картинку возможно потом но эти нитки возможно конечно я совершила ошибку может быть так не надо было так прошу прощение за шуршание здесь я заказывала у другого продавца и они вот такие с одной бирочкой ну вот я сейчас вышиваю химеру с вот этими которые с одной биркой ну вот у меня будет получиться получается фея ягод то и фея ягод это с вот с одной биркой из двумя ну в общем я хочу хотела посмотреть на их как качество да особо отличается или нет я хотела бы как-то ну нет вроде бы так они одинаковые по крайней мере на ощупь вроде бы они одинаковые ну в общем в этом мешке у меня половина уже собрана сейчас пришла вторая половина на на фея ягод и на сумерки в горах от марии пулинович все сейчас я проверю по списку отсортирую разделю на разные кучки и покажу на что на что я насобирала наборы покажу косячные китайские нитки два номера 414 и видно да как они отличаются невооруженным взглядом не так сильно видно а вот через камеру смотрю даже еще сильнее видно что они различаются ну как бы что-то общее есть но этот немножко как посветлее на это что-то более мы потемнее так ну ладно буду смотреть дальше что тут у нас ну и вот я разобрала все ниточки в общем это у меня 50 на 50 22 каунт я буду вышивать полукрестом фея ягод не помню номер какой у нее от химеры аня анаяки вышивала по своей схеме такую вот девочку эту как она девочка с калибри с калибри или как называется короче картинка моники фернандес насколько я понимаю в общем буду вышивать эту этот портрет в общем не знаю еще раз покажу вот это вот партия с хс от другого продавца с одной бирочкой как видите а эта партия от другого продавца с двумя бирками не знаю правильно ли я сделала или сделала ошибку ну в общем не знаю и вышивать буду в схс как будет получаться лицо конечно это очень большой вопрос очень интересный отшивы я видела только по это ни одной готовой работы от химеры я не видела там только в совместнике кто-то вышивает это вышивает так через пень колода кое-как и пропуски и все там короче сто лет начато назад и так до сих пор до ума не доведено и вышиваются нитками dmc с хсками никто не вышивает никто не рискнул ну не знаю рискну я попробую посмотрю что будет получаться если уж будет совсем страшно не знаю возможно я лицо на лицо куплю там где-нибудь леонардо нитки перешью dmc шками ну в общем так это 50 на 50 у меня отрез канвы 2 2 каунта еще раз скажу буду вышивать его полукрестом это будет мой первый опыт полукрест гобелен и и теперь мой это будет следующий кстати эту работу я хочу начать феяга свою после того как закончу снег в городе это она у меня будет на очереди а вот это вот это вот это уже набор получается готовы на дай бог памяти сумерки в горах от марии пулинович там сумерки в горах вроде бы такой мрачный некий сюжет а смотрите какие яркие краски здесь есть и розовый и оранжевые желтые какие-то коричневые яркие такие насыщенные цвета вот желтый какой ну помимо вот этих всяких серых синих понятно что там сумерки в горах и зимний сюжет еще там присутствуют вот такие интересные цвета в общем здесь полностью комплект на весь этот набор его я буду вышивать на 16 каунте вот на этом отрезке здесь будет полный крест ну вот такие такие у меня два готовых набора а еще сейчас же покажу свою пандемию которая у меня так еще расскажу это у меня пойдет сумерки в горах после химеры после туманного вечера на веранде это пойдет у меня после снег в городе одного слободы и после дубовой рощи у меня начнется пандемия пандемии как лонгдог сейчас я покажу на него что у меня собрано и по цене и здесь у меня заказано вот это вот и вот это это 100 маточков который я заказала за 839 рублей 67 копеек ну грубо говоря 841 маточек вот так ссылку на продавца я оставлю в описании к видео посмотрите если кому-то вдруг понадобится по 8 рублей 40 копеек по-моему я сейчас смотрела заходила там даже еще дешевле вот эти 100 маточков были чем я заказывала на тот момент ну тем более там сейчас идет какая-то распродажа вроде началась не знаю насколько актуально там распродажа или нет есть ли там купоны или скидки какие-то пока сейчас не скажу так ну вот то что нас ожидает в будущем и вот пандемик у меня будет вышит вот схема от него вышит будет на 18 каунте вот такая простыня эта большая получается здесь вот сейчас не подготовилась не скажу вам размер какой же я заказывала 75 на 75 наверное что ли или метр на метр ну что-то а у меня линейка под рукой сейчас померю так линейка мерю 30 примерно грубо посчитаем да 30 60 и 60 и 18 ну где-то грубо говоря 80 сантиметров что ли наверное 80 на 80 этот отрез у меня в общем я это 18 каунт я его планирую вышивать вот такими огненными рыжими как пожарное ведро у меня будет такая пандемия как ее вышивать я вообще понятия не имею не представляю я столько пересмотрела всяких видео как их там думала вышивать что-то какую-то схему понять ничего не поняла как вышивать я буду не знаю короче как бог на душу положит что называется так и буду вышивать тут также схайский с алиэкспресс здесь я заказывала два комплекта по 8 штук таких вот в этой гамме цветов в оранжевой что еще тут сказать также с одной бирочкой эти цвета буду вышивать крестом в одну нить вот схема у меня готова вот чтобы представить какого размера канва вот мои листы а4 ниточки так ну вот так вот что у меня есть что буду вышивать дальше и так еще раз скажу это у меня пандемия пойдет после дубовой рощи фея ягод у меня пойдет после новослободы снег в городе на которую я купила вот бисер уже чтобы этот снег сделать в конце концов многострадальный и сумерки в горах у меня пойдут после моей химеры после моего туманного вечера ну вот так все представили что что нас ожидает дальше меня и вас как наблюдатели моих процессов а меня как вышивателя этих процессов ну все до встречи всем спасибо всем пока и вот так они у меня два комплекта теперь готовы в мультифорках лежат сумерки в горах и фея ягод ждут меня дальше до встречи